Лично вам и народу Ярославля, владелцам, я своей стороне гарантия даю, что в течение 10 дней в моих коронавирусах обязательств не будет. Из уст подрядчика почти исповедальная речь. Ремонт на проспекте Октября делали три года назад. Очередную весну покрытие не пережило. Сплошь ямы и на другой недавно отремонтированной центральной магистрали улицы Советской. Это скажу, что наша компания плохо не делала. Мы сделали хорошо, просто основания там нет. Основной причиной основания. Если вы сами едете, увидите, что там что-то ворится. Там сетка трещины появляется, это все основание. Там основания абсолютно ноль. Латать проспект Октября начали к приезду мэра Ярославля. Дорога еще на гарантии, поэтому ремонт за счет подрядчика. Дорожник пытается убедить градоначальника. Ярославским магистралям нужен не текущий, а капитальный ремонт. Он обойдется гораздо дороже, но зато и асфальт будет стоять значительно больше. Подрядчики уже сделали, им оплачены деньги. Если тебе не хватает деньги, ты знаешь, что ты за эти деньги не способен сделать ремонт, не выходи на аукцион. При Владимире Слепцове на проспекте Октября весело заскребли лопаты. В воздухе стойкий запах литого асфальта. Пока ямы латают лишь временно. Мэр Ярославля подрядчиками недоволен. Гарантийные обязательства, говорит, исполняют вяло. Мы масштабно наносили удар по подрядчикам. Наносить удар для того, чтобы наши граждане сегодня не чувствовали ущемленность и невозможность проехать ни по одной дороге, которая ремонтировалась в ближайшие два года. Наша задача, я прекрасно понимаю, это побудить подрядчиков исправить некачественный ремонт. В городе 81 дорога на гарантии. Четверть из них уже нуждается в ремонте. Помимо проспекта Октября и улицы Советской, подрядчики исправляют свои же ошибки еще на нескольких магистралях города. Пока иски в суд городские власти не направляли, но это пока. Дергий Колчин, Денис Ромашов. День в событиях.